Двигаться вперед сквозь время и обстоятельства. Меня поддерживает тепло семьи и дома. Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома. Привет, друзья! У меня осталось много брусков от строительства дома. И сегодня вам хочу показать отличную идею, которая многим понравится. Бруска пилить надо очень много. И для удобства фиксирую торцовку прямо к столу. На саморезы. Выставляю боковой упор и поехали напиливать пару десятков заготовок. Для того, чтобы спил получался чистый и без заусенцев, подкладываю угловую подкладку. Брусок у меня 40 на 40 миллиметров. И длина всех заготовок тут разная. Да и вообще сама самоделка получится бомбическая. Смотрите до конца видеоролик. В процессе покажу вам чертеж, который вы сможете сделать скрин и повторить потом с легкостью. Маленькие заготовки брусков напиливаю с помощью бокового упора на торцовочной пиле. У меня есть такой флажок. Если такого нет, то можно закрепить брусок с помощью струбцины. И десяток заготовок получится одинакового размера. Маленькие заготовки брусок с помощью струбцины. После напила заготовок, делаю разметку для будущего сверления. Использую для разметки самодельную приспособу. Очень легко и быстро делать одинаковую разметку. Ссылку на изготовление такой приспособы оставлю под видео. Делается за 20 минут и только радует в работе. Первая разметка готова. Вторую разметку не стал делать карандашом, а сразу накалываю точки шилом для будущего направления сверла. Продолжение следует... Продолжение следует... Далее сверлим все отверстия сверлом на 7 миллиметров. Я это делаю на сверлильном станке. Но и обычным шуруповертом сделать это тоже очень просто. Отверстия все готовы. Для красоты, ну и безопасности, снимаю фаску со всех граней бруска. Таким образом деталь будет гладкая и не поймаешь лишних заусенцев. Для удобства зажал фрезер в тиски, но чувствую, в будущем надо его закреплять в стол и делать горизонтальный упор. Обработав бруски на фрезере, перехожу к покраске всех деталей. Использую масло для террас и садовой мебели. Цвет у меня красное дерево. А вот, кстати, вам чертежик, друзья. Со всеми размерами и со всеми метками. Получится крутая садовая мебель. Детали все подсохли и можно переходить к сборке. Тут, друзья, без комментариев. Просто смотрите ускоренный видосик, запоминайте, потом повторяйте и кайфуйте. Здесь мы будем использовать 4 шпильки М6, поэтому я сверлил сверлом на 7 миллиметров, чтобы шпилька заходила легко. Далее примерно 40 шайб и 8 гаек. И собираем все элементы в единое целое. И вот вырисовывается картинка. У нас получается кресло. В интернете его вроде называют кресло Кентукки. Я это сделал из остатков бруска, который покупал для обрешетки в дом. Чтобы он не валялся под домом, пустил его в дело. А так, мне кажется, себестоимость такого кресла меньше 1000 рублей. Затягиваем все шпильки сверху и снизу шпилька деформируется. Так должно быть. Таким образом образуется дуга. Когда все протянуто, обрезаем лишние хвосты. Кресла оказались реально удобными. И поэтому сделал сразу два. Сидеть на таких очень комфортно. Да и вообще отдыхать это хорошо. Кресло расположил на веранде дома. И подрастающее поколение сразу это оценило. Сами кресла складываются. Они легкие, да и выглядят довольно интересно. Напишите в комментах, как вам такая идея, друзья. Поставьте жирный лайк. Вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал. И обязательно жмите колокольчик. Всем хорошего настроения. Делайте классные самоделки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...